МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новый день на канале СТВ начинают корреспонденты службы новостей. В студии Олег Степанюк. Здравствуйте. По маршруту Шелкового пути. Сегодня представители 15 стран, по которым он проходит, соберутся в Минске. Акцент будет сделан на продвижении новых идей. Почти год назад при поддержке Министерства науки и техники Китая была создана специальная ассоциация для развития инновационной инфраструктуры и расширения сотрудничества между странами, находящимися на маршруте Шелкового пути. Встреча ее партнеров в Беларуси станет первой после майского форума «Один поезд и один путь в Пекине». Напомню, с участием президента Беларуси мировые лидеры обсуждали экономическое партнерство, которое уже называют новой моделью глобализации. Сегодня же из китайского Шэньчжэня в Беларусь отправится первый контейнерный поезд. Проект будет запущен благодаря тесному сотрудничеству железной дороги Беларуси с Россией, Китаем и Казахстаном. По территории этих стран и проляжет новый маршрут. Конечная точка для состава станут Калядичи. Именно здесь, под Минском, работает сухопутный порт, который принимает грузы из разных стран. Теперь все чаще и из КНР. Встреча государственных лидеров, стран-участниц организации Черноморского экономического сотрудничества, состоится сегодня в Стамбуле. Участники саммита, среди которых наблюдатели, партнеры по диалогу и представители различных международных организаций, обсудят региональные экономические вопросы, а также проведут работу по организационному реформированию. Ожидается, что к завершению заседаний будет принято подготовленное главами государств Черноморского сотрудничества коммунике. Напомню, нынешний саммит юбилейный и проходит в честь 25-летия объединения. Чрезвычайное положение объявлено в американском штате Индиана из-за внезапного наводнения. Некоторые здания уже наполовину скрылись под водой. Сильнее всего пострадал город Салем. Большинство жителей успели взять лишь самое необходимое, покидая свои дома и перебираясь на возвышенности. В процессе эвакуации никто не пострадал. Сейчас въезд в город частично ограничен. По данным синоптиков, уровень воды за сутки может подняться еще на 10 сантиметров. Почувствовать вращение земли. Гомель стал первым городом на планете, где появилась школа, оборудованная маятником Фуко. Находясь на земле, человек не чувствует вращения планеты. Но каждую секунду мы пролетаем в космосе около 300 метров. Впервые наглядно это продемонстрировал в 19 веке на опыте с гигантским маятником французский физик Жан-Бернар Леон Фуко. Сегодня на планете существует порядка 30 подобных устройств. Этот маятник стал третьим в Беларуси, но при этом он самый тяжелый в мире. Масса шара 60 килограммов. Кроме того, маятник оборудован электромагнитной системой со светодиодной индикацией, позволяющей неограниченно долго наблюдать суточное вращение земли. В нашей школе появился маятник. Он нужен, чтобы понять, как вешается земля и как устроен мир. Уникальность нашего маятника еще в том, что он самый большой в мире. Высота подвеса 12,5 метров, но шар весит 60 килограмм. Аналогов сегодня нет. В планах администрации превратить атриум школы в образовательный центр по изучению астрономии. Надо сказать, что год науки стал для Гомеля поистине астрономическим. В городе спустя почти 30 лет вновь появились сначала планетарий, а теперь и маятник Фуко. Пятисотлетие белорусского и восточнославянского книгопечатания. Знаковому юбилею посвятят международные Кирилло Мефодьевские чтения. Их открытие пройдет сегодня в Национальной библиотеке. Светские и церковные научные деятели обсудят влияние религии и письменности на формирование славянской культуры. Отмечу, что формат чтений из года в год меняется. В этом году они проходят в 23-й раз. Репортажи и эфирное видео всех программ в любое время доступны на YouTube-канале СТВ. Заходите, смотрите и подписывайтесь. До встречи.